Поселок Шахтерский лишился единственного маршрутного автобуса. Сегодня в этот район перестала ходить восьмерка. Напомним, накануне стало известно, что третий автопарк закрывает с сегодняшнего дня три своих маршрута. Таким образом, руководство автопредприятия пытается заявить о своей убыточности и хочет повысить стоимость проезда. Старые люди, оставшиеся без средств передвижения, в растерянности, инвалиды в отчаянии. В поликлинику нашу мы вообще ничем добраться не можем. У нас остался единственный путь через степь, а там большая яма еще. Если там упадешь со своим костелем, то тебя там и собаки съедят. Анализы сдавать мы никуда не уедем. Абсолютно, ну я не знаю как, как можно было вот это вот рентабельно, нерентабельно. Мы вообще что, вообще уже никто. У нас здесь в семь часов не сядешь. Ни на голубых, ни на востоке пять. Поэтому нам без восьмерки никуда. Из этого я столько лет отработала, платила за все, за все налоги, за все. И теперь я не могу как человек проехать до онкологии. Мне надо идти туда сколько, почти полкилометра. А я с палкой еле двигаюсь. И без конца давление у меня. И что? Это вам отменить. Неужели уж мы такие бедные? Жители микрорайона Мамраева и поселка Шахтерский остались сегодня без единственной маршрутки восьмерки, которая соединяла их микрорайон с городом. Страдают прежде всего пенсионеры и инвалиды. Уже сегодня многие не попали на прием к своим врачам. Больница в полукилометрах от дома. Не могут дождаться вечера своих соседей страдающие хроническими заболеваниями люди, чтобы попросить съездить их в магазин за продуктами. Власти, как всегда, молчат. Народный избранник от 30-го избирательного участка пообещал сделать депутатский запрос в Акимат. Время не уточнил. Я могу депутатский запрос или предложение исполнительной власти с тем, чтобы нашли они общий язык, не отменяли восьмерку. Когда вы будете заявлять запрос сделать свой депутатский? На днях. А поселок Шахтерский, что в стороне от Майкутука, и вовсе лишился единственного автобуса. Напомним, перевозчики отменили три маршрута из-за действующего тарифа на проезд, который они считают нерентабельным.